Манижа едет на Евровидение с манифестом о русской женщине. В этом номере смешалось все, ну примерно как в женской голове перед сном. Женский рэп, народные мотивы, африканский тюрбан на голове, на плечах русский платок и комбез, почти как в американских тюрьмах, почти. Нам бы с вами все это послушать, но YouTube заблочит, поэтому разберемся в сухом остатке. Насколько это мешанина, настолько, уверяю вас, она выверена буквально до грамма. Прошло время на Евровидении таких классических попсовиков-затейников, вроде Билана или Лазарева. Да и Индия от Антона Беляева, который был соперником на российском отборе Манижи, тоже не то. На Евровидении в моде фриковатость, на грани трэша и кича. В русском твиттере про Манижу написали «продавщица с Казанского вокзала» или «хабалка с рынка». А вот европейцы, наоборот, от Манижи в восторге. Окей, да ладно, оно что, билингва? Да, точно, она на двух языках говорит. Я же просто тащусь от тех, кто говорит на нескольких языках. Окей, я за билингв. Я люблю, когда так. Боже! Каждая русская женщина должна знать, что она очень сильная. Да-да, вы сильные русские девушки и бабушки. Просто идите и живите. Кто такая эта Манижа? На телеке ее нет, по радио, ну, разве что очень-очень редко. Маниже 29 лет. И она совсем не Russian woman. Манижа таджичка. Я из восточной семьи с традициями, где в культуре поющая женщина на сцене – это проблемка до сих пор. В 94-м году семья Манижи перебралась в Москву. Она беженка. И это очень больная тема для певицы. Она вроде бы и у нас не совсем своя, но и на родине уже тоже не родная. Кстати, Манижа, она посол ООН по делам беженцев в России. Теперь еще куда-нибудь бы Манижу по делам женщин. Ведь Russian woman – это не первая ее и не единственная на эту тему. Манижа за бодипозитив. Она против домашнего насилия. И вообще, певица за равенство. Равенство для меня – это когда ни за что не нужно оправдываться. Ну а где же Литл Биг, спросите вы? Ведь по итогам прошлогоднего отбора именно они должны были поехать и в этом году. Но отказались. И так случилось. Ровно в день, в день, когда был отбор, где победила Манижа, выпустили клип, который за сутки набрал 2,5 миллиона просмотров уже. Прокатит ли вообще Манижу у европейцев? Нет, точнее так, прокатит ли она в современных политических реалиях? Ведь всем известно, что Евровидение, оно про политику ровно столько же, сколько и про музыку. И кого тут будут судить? Россию или все-таки артистку Манижу? Посмотрим. 18 мая будет первый тур, а дальше, как в ее песне. Поборемся, помолимся.